Привет, Страж! Вот ты и дошел до руин Бодза. Место на окраине города, которое вызвало разные ассоциации у игроков. Кому-то Даст 2 напомнило из Counter-Strike, кому-то фильм типа Безумного Макса Дорога Ярости, ну а мне лично это очень напомнило Сити 17 из Half-Life 2. Осталось только технику комбайн на фон поставить и вообще считай один в один. На этой арене, которая к слову абсолютно симметричная, нам нужно сначала завершить фазу предласта, а затем уже сразиться с боссом. Давайте посмотрим, что нам предстоит. Меня, кстати, по-прежнему зовут Джонни Лейни, а это канал Трипл Вай. Итак, не затягивая, по оружию тут рекомендации озвучу позже, а сначала расскажу, как поделить вашу команду на грядущий энкаунтер. 3 на 3. Большинство опять же играют 4 плюс 2, но мы как-то решили попробовать 3 на 3 и как-то слишком легко закрыли этап сразу, даже с провисанием у некоторых игроков уровня силы, что делает каждая тройка игроков. Первая тройка в студию! Нет, не крутит барабан. Вернее, что-то общее с барабаном все же есть. Одна тройка должна будет спуститься под землю на круглую арену, а вторая остаться наверху, то есть на улице. И отстреливать мобов. Будьте внимательны со снайперами на крышах, а главное, вовремя валите огромного прислушника. Но убивать его нужно по инфе от тройки игроков снизу. Сейчас поясню. Когда вы начнете стадию, для этого убейте прислужника на центре, вы откроете 4 входа в подвалы. Расположены они под каждым из зданий. Распределитесь, кто каким входом воспользуется. Заходите по команде и начинайте двигаться в одном направлении. Проще всего по часовой стрелке, так точно никто не забудет. Вашей главной задачей будет собрать 3 бафа. Бафы различаются по цвету и по символам. Да, новые символы нового рейда. Неужели вы думали, что в Дестине появится рейд, а нам не нужно будет знать новые символы? Треугольник, круг и квадрат. Полное название бафа появляется слева в киллфиде. Эти названия лучше заучить, так будет удобнее. Пирамида угловой, сфера непрерывный и куб параллельный. Бафы появляются в специальных терминалах, рандомно. Подходите, проверяйте какой баф, бьете по нему рукопашной атакой и забираете. Каждый из трех игроков должен собрать на первом забеге по кругу по одному бафу и громко озвучить какой он баф взял. На четвертом терминале будет сломанный баф. Вы увидите, что он сломан, поскольку когда подойдете к нему, он начнет менять символы. Его не трогаем, иначе умрет вся команда. Когда каждый из тройки подземных игроков возьмет баф, игроки, что сверху, должны будут убить нового прислужника. Это перезагрузит терминалы и забег по кругу продолжится. Кстати, важный момент, когда возьмете бафы, вам нужно остановиться, поскольку если игроки с разными бафами будут стоять слишком близко, они будут дамажить друг друга. Так что стойте и отстреливайте мобов. Для игроков, участвующих в забеге, я бы настоятельно советовал использовать владыку грома, поскольку главные проблемы тут капитаны с голубыми щитами. А так разбираться будут на раз-два. Во второй слот хорошо зайдет что-то воидовое или огненное. В идеале дробовик. Он нужен, если вдруг с улицы ворвутся жестянки. Но одной из главных задач игроков сверху будет как раз не пускать этих жестянок вниз. С ними у бегунов будут много проблем, особенно если уровень силы так себе. После перезагрузки терминалов командой снаружи, продолжайте бежать по часовой стрелке и ищите второй баф. То есть если сначала вы брали сферу, то и на втором забеге перейти сферу. Собрали бафы, у каждого из трех бегунов есть по два бафа, правильно? Тогда кричите товарищам наверху, что вы готовы. Они убьют прислужника и тем самым откроют вам двери наверх. Тем кто наверху, также стоит подобрать оружие во второй слот, которое поможет быстро справляться с жестянками и шенками. А в третий очень зайдет шепот червя. Так что не пожалейте, прокачайте его чем-нибудь, чтобы он по силе не проседал. Ведь он вам еще на боссе понадобится. Выбегайте и вызвав сперроу, добирайтесь до консолей под релики. Таких консолей три. Слева, справа и по центру. В идеале стоит озвучить, какой консоли вы полетите, чтобы избежать путаницы. Итак, скидывайте баф в консоль и... Получаете танк! Охренеть, танк на рейде! Да-да, танк! С этих самых танков вам и нужно раздамажить босса. Это он спит в центре. Опять-таки, я видел, как разные команды действуют на этом этапе. Кто-то дамажит издалека, скажем так, из внешнего круга, кто-то из внутреннего. И я бы советовал последний вариант. Просто заранее договоритесь с танкистами, чтобы все ехали в одном направлении и не было хаоса, столкновений и непонятных танковых ДТП. Вам нужно будет постоянно двигаться в танке, поскольку по вам сверху будет палить артиллерийскими зарядами. Вам же стрелять нужно по четырем колоннам босса. В идеале, за один заход тремя танками вы должны снести ему около 50% здоровья. Сделать это несложно, даже если силы не хватает. Наш статик обычно вызывал сразу три танка, так гарантированно нормально урона будет нанесено. Но вы можете вызвать и по два, и лишь один. Сами понимаете, от этого зависит продолжительность прохождения. Но сильно не увлекайтесь, танки не вечные и спустя несколько секунд взорвутся. Вам же главное выживать, но после того, как избавитесь от боевых машин, повторяйте тот же заход. Все предельно просто. За два-три таких заезда вы должны снести босса. Главное, как и на любом рейде, дайте правильную и четкую инфу и не допускайте глупых ошибок. И тогда даже с уровнем силы в 628-630 у вас все получится. У нас, если я не ошибаюсь, самый младший лайт на этом этапе был 628. Получайте награду и держитесь крепче. Вас ждет самый необычный босс в истории Destiny и самый обычный в истории игровой индустрии. Твою мать! Серьезно? Мех, да, типичный. У него, видите ли, видите, видите, у него... Итак, да, это чувак из Титанфола, твоей любимой игры, пришел сюда узнать, как оно, а его захватил прислужник, придется сражаться. Как? Ну, все по порядку. Команда делится на схему 1, плюс 2, плюс 3. Один игрок картограф, двое на зданиях следят за мобами и снимают касты босса, а трое, так же, как и на первом этапе, гоняют за берсеркерами и выбивают релики и закидывают их в терминалы. Что рекомендуется по оружию? Шепот. Только шепот червя. Если его нет, то усыпляющий симулянт. Но что-то другое тут в третий слот рекомендовать трудно. Во второй слот в зависимости от роли, которую вы на себя берете. Если вы картограф или реликоносец, то скорее дробовик. Вам так проще будет справляться с прислужником на карте или с берсеркером на охоте за реликом. Если же вы прячетесь в зданиях и отстреливаете снайперов, то лучшая скаутка. Например, с последнего желания, безымянная полночь или с этого же рейда. Импульсная винтовка, отлично подойдет поди разберись, или снайпа. Иными словами, берите пушку, которая рассчитана на дальнюю дистанцию боя. По сап-классам, вам нужен варлок с кладезем, в идеале даже два. Кладезь значительно упростит прохождение. Остальные сап-классы по ситуации подбирайте. Для тех, кто охотится за берсерками, хорошо подойдут луч хаоса, ножи охотника или молоток титана. С кого начнем? С картографа. С ним проще. Дружище, ты стоишь около карты и так же, как на самом первом этапе рейда, даешь инфу. Где берсерк с реликами? Куда эти релики нести? Принцип один в один, как на первом этапе. О том, как его проходить, я рассказывал вот в этом видео. Отличие тут в том, что спотов под релики всего три, а вот берсерки появляются в шести местах. И назвать эти места зачастую непросто. Они расположены не очень симметрично. У нас было левый и правый ближний, левый и правый центральный и левый и правый дальний. Соответственно, закидывать релики вам предстоит в те же споты, в которые вы закидывали баф в предыдущей фазе для вызова танка. Они расположены так же, слева, справа и по центру. Всего же нужно закинуть 4 релика. То есть, дважды убить берсеркера, собрать оба бафа и закинуть их в нужные консоли. Какие советы будут для игроков, в чьи обязанности это все как раз и входит? Ну смотрите, вас трое. Пожалуйста, не тупите и старайтесь как можно быстрее добираться до места спауна берсеркера. Не лезьте на него в соло. Залезайте разом, убивайте, а так же по очереди потом берите релики, слушайте инфу куда их нести. Перед тем как начать убивать берсерка, убедитесь, что хотя бы один игрок стоит спереди, а другой за спиной моба, иначе у вас могут возникнуть проблемы. Когда двое игроков возьмут релики, третий может отойти на центр и помочь с отстрелом моба в картографу или хелпануть со снайперами тем, кто стоит на зданиях. Что ж, взяли релики, закинули, ждете инфы от картографа и залетаете на второй круг. После того как первый игрок занесет релик, он должен заменить одного из снайперов и остаться на этой позиции вплоть до самой фазы дамага, поскольку на нем будет дебаф, который не позволит ему больше взять шар повторно. По окончании второго круга и заноса последнего релика, на платформах около этих самых терминалов появится танк. Танк нужен для того, чтобы оглушить босса. Так, теперь ставим на паузу и возвращаемся чуть назад. Что все это время делает картограф ясно. Что делают игроки с реликами, тоже само собой разобрано. А что еще двое? Им нужно разбежаться по двум ближним от зоны карты зданием друг напротив друга и отстреливать мобов снайперов. В левом здании игрок может занять любую позицию, а вот в правом здании другому игроку стоит запрыгнуть на балкончик. Мобы снайпера, они же вандалы, будут появляться на крышах каждого здания, всего их 4, правый и левый ближний, где расположились игроки, и правый и левый дальний. Отстреливать вандалов нужно как можно быстрее, чтобы они не создавали трудности для тех, кто будет носить релики. Но это далеко не единственная задача игроков на зданиях. Параллельно с отстрелом вандалов они должны выполнять еще две задачи. Снести синие батареи босса и прервать его касты. Батареи располагаются на спине, на коленках, на пузе и одна в подмышке. Если вы не уничтожите эти батареи до начала фазы дамага, то вас ждут плохие новости. Что касается кастов, то у босса есть три типа атаки. Войдовые залпы, ракеты и назовем условно выстрелы с воздуха. Чтобы прервать каст, нужно внести урон в слабые места. Когда босс начинает войдовые залпы, то на его правой руке появится красная бочка. Когда он выпускает ракеты, то такая же бочка появляется на спине. Когда же босс поднимается в воздух, то его слабым местом будет покрасневший двигатель у левой руки. Начиная с уровня силы 646, вам хватит всего лишь одного выстрела с шепота червя. При активном перке шепчущее дыхание, чтобы прервать каст. На 650 уровне силы хватает и обычного выстрела с шепота. Прерывание каста позволяет вашей команде продлить время до начала фазы дамага. Если же вы не будете прервать касты, то есть большая вероятность того, что босс запустит вайп. Итак, теперь про все роли рассказали, возвращаемся к моменту с танком. Как я сказал, он нужен для того, чтобы оглушить, застанить босса. Делать это нужно, когда все игроки соберутся на центре. А сам босс подойдет как можно ближе к центру, так будет удобнее. Босс оглушен, вы на центре. Варлоки ставят кладезь света, достаете шепот червя. Обязательно дождитесь момента, пока не запустится шепчущее дыхание. И пошла жара. Вваливайте все в босса. Вваливайте до того момента, как он не испустит волну энергии, которая повесит на каждого из вас баф. Баф бывает трех видов. Непрерывный, параллельный и угловой. Это те же символы с прошлого этапа. Треугольник, круг и квадрат. Треугольник, круг, квадрат. Ммм, где-то я это уже видел. Мой разум с Сони Боя тут же сгенерировал ассоциацию, которая упростит вам дальнейшую механику. Ну, как минимум, если вы играете на консоли королей. Слушайте, суть в том, что каждый игрок, получив баф, должен встать по парам с другим игроком, получившим тот же баф. То есть, у вас должен получиться такой треугольник из парочек игроков. Именно треугольник, потому что так проще будет стоять в одном-двух расколах и получать усиление от этой ульты варлока. Именно поэтому лучше ставить два колодца, чтобы они охватывали больше территории. Но как быстро и наверняка запомнить, какая парочка встает в какую часть пространства перед боссом. Взгляните на геймпад. Непрерывный, параллельный, угловой. Так и встаем. Игроки с угловым бафом ближе всего к боссу, параллельные бафы левее, непрерывные правее. Элементарно, просто гениально. Фишка в том, что когда вы стоите рядом с игроком того же бафа, вы увеличиваете свой урон. Так что это важно. Стреляйте в босса и следите за тем моментом, когда он испустит следующую волну, она поменяет бафы и вам нужно будет поменять свое положение. Если вы все сделаете правильно, то за один заход вы снимете больше половины здоровья босса, если средний уровень силы в команде 635. После разбегайтесь по своим зонам ответственности и повторяйте механику. В худшем случае у вас есть 4 попытки убить босса. На четвертой у вас начнется энрейдж и там либо добивайте, либо вайп и все сначала. Но я верю, что у вас все получится, ведь не зря я тут так подробно старался и рассказывал. Так, я обещал поделиться своим впечатлением о рейде. Эмблему с кроликом мне не дали, так что это уже минус 1 балл. Мог бы говорить долго, мог бы отдельный ролик выпустить и вероятно к этой теме еще я вернусь. Я все еще не сделал ролика с моими впечатлениями от Черного Арсенала, ведь я всегда сначала смотрю, что и как изучаю, а не спустя пару дней говорю, что нас обманули. В Василисе контента было больше и все вот это вот. Так это или не так, обсудим. Ну а сейчас, если коротко, рейд мне скорее не понравился, чем понравился. Мне очень зашел этап с гонками, это свежо, мне очень понравилась городская локация и антураж, но вот как рейд я его почти не почувствовал, с некоторыми оговорками. Думаю мы поговорим об этом и обо всем обновлении после открытия последней кузни. А пока подпишись на канал, чтобы не пропустить новый ролик, поставь лайк и не забудь принять участие в розыгрыше сезонного абонемента на все три обновления второго года Дестани 2. Подробнее о конкурсе в видео, ссылку на которое я оставлю в описании. А на этом прощаемся, счастливо!